На самом деле, я бы так и сделала, если бы он у меня не выкрутился, но у меня он выкрутился. Да, я бы его выкинула и подумала, что хорошо, что он сегодня выкрутился, и я зато на 4 месяца раньше его переставлю, а не на 5. Но в любом случае, я очень расстроилась, потому что потеря любого имплантата, хоть у меня, в общем-то, слава богу, небольшой процент. В общем, лечение заглушенных периплантитов такое, открыли, посмотрели, что-то промыли, если совсем что-то плохо убрали, если хорошо, я ставлю формирователь. Я не оставляю, чтобы дырка эта была, если я потрогала, и он нестабильный, то лучше убирать. Я сказала не трогать, если вы посмотрели, что там... Да, можно постучать по нему, звук послушать. Извинит, не звенит. Просто, да, я с вами согласна, быстрее решить эту ситуацию и не растягивать пациенту никакое-то... Я абсолютно... Я просто только начала, вы меня так подхватываете все, знаете, что... Я в этой ситуации ставлю ФДМ. Да? Хорошо. В общем, и хотелось бы остановиться тогда, вследствие вот этих, мы закончим наши периплантиты, которые случаются до начала ортопедического этапа или второго имплантологического, у кого он присутствует. Мы поговорим немножко об общих причинах и системных заболеваниях. Какие наши враги есть на сегодняшний день? Все наши пациенты на сегодня живут в условиях мегаполиса. Очень мало кто из них живет на зеленой травке, да, питается правильно, не испытывает стресса и так далее, так далее. Самый наш большой враг – это заболевания эндокринной системы, потому что там все гормоны, которые контролируют минерализацию костной ткани, костное формирование, остеозамещение и регенеративные процессы. Естественно, даже нам может быть иногда не так страшен сахарный диабет, да, какой-то более компенсированный, когда мы получаем заключение. У меня есть пациенты с цифрами 18, 24 и так далее, с помпами. Да, у меня есть такие пациенты, потому что они нервничают, они едят, они делаются нехорошо, в общем-то, ведут. Но у меня нет другого выхода, иногда я их беру, конечно, ругаю, но ходят они с этими имплантатами уже многие годы с нагрузкой. Все, у них более-менее ничего, если бы они еще зубы чистили при этом. Да, он мне пишет, что форма имеет место какой-то компенсации. Честно, я вам предупреждаю, всех остальных я просто, я им отказываю, потому что, если человек не мотивирован, если он себя не может взять в руки, немножко сократить, да, какие-то нагрузки физические, нервные, для того, чтобы подготовиться к этому вмешательству, не может привести свою диету в какое-то положение, не может упорядочно употреблять свой инсулин или, да, инсулинозамещение какое-то. И он в этом случае имплантации не подвергается, с моей точки зрения, потому что он не мотивирован для нее. У меня была первая моя пациентка с таким, это было в 2009, нет, в 2010 году, это была моя первая пациентка с сахарным диабетом, инсулинозависимым, с высокими цифрами, с очень, потому что второго типа мы там оперировали, все делали, а вот... Она с детства болеет, да. Она очень взрослый и очень уважаемый человек, она профессор, преподаватель финансовой и экономической академии у нас. Она категорически не смогла пользоваться бюгельным протезом на нижней челюсти, на верхней челюсти у нее не было ДНТ, и ей требовалось заместить 4 маляра с двух сторон имплантатами. Она 4 месяца за мной ходила с просьбами, и вот пока она себя не взяла в руки, она была мотивирована, она все сделала, она сократила цифры до 9, она получила заключение о компенсации после этого эндокринолога. Вот она, это человек, который хотел. Подождите, она кого вы используете? Она его постоянно употребляет, да, она с детства. Там современные препараты, я, честно говоря, даже не знаю, они очень хорошо... У них эти коробочки с кучеками, помпами и так далее, у них все сделано. Там новая форма. Там синтетическая производная. Я знаю, что они с помпами у меня почти все в годе. У меня почти все пациенты с помпами. Мы не эндокринологи. Мы с вами должны, беря такого пациента на лечение, получить заключение эндокринолога. Я настаиваю у всех пациентов с этой проблемой. Но она работает, у нее нету нейропатии. У нее, значит, большой потенциал компенсаторного организма. Вы не забывайте, что она заболела не позавчера, когда вот у нее как раз... А она дотационная, у нее механизм с детства. У нее с 13 лет, с начала первого гормонального созревания вот этого. Поэтому мы эту конкретную пациентку разбирать не будем. У нее, слава богу, все хорошо. Да, ей было здоровье, она великолепно работает. Может, она нам еще где-то пригодится. Никто этого не знает. Я еще раз, точнее, я говорю за себя. Вы можете вести свой прием так, как позволяют вам ваши условия. Я жду всегда заключения эндокринолога. В редких случаях, когда пациенты находятся в другом городе, о том, что мы планируем что-то, я хотя бы по телефону пытаюсь тогда связаться с эндокринологом, чтобы получить какую-то информацию полноценную о картине эндокринологической с его точки зрения. Я не эндокринолог. И я не должна разбираться во всех нюансах и во всех тонкостях. Каждый день появляются какие-то препараты на рынке, какие-то новые методы диагностики, различных патологий. Мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим о том, что мы должны очень настороженно брать эту группу пациентов и говорить о компенсации. Естественно, в форме декомпенсации никакой имплантации речи быть не может. Опять же, в сторону империи имплантитов. Их какое-то плохое поведение, нарушение, стрессы, может привести к переимплантитам на этапе до ортопедической конструкции, как и после. Конечно же, потому что, да, вот мы сегодня обсуждали, что наши пациенты выходят в город, в свет, начинают жить, пользоваться всеми этими же... С ними происходят разные припяти, коллизии жизненные, и не только со здоровьем. Поэтому судьба у каждого имплантата может быть очень индивидуальной. Что из общих и системных заболеваний нас очень должно настораживать? Это любое заболевание щитовидной железы, на самом деле. Тереодиты, стереозы и все-все вот с этим связанное, потому что парадгормон контролирующий, да, минеральный обмен, он важен. В этом случае, если пациент приходит и говорит, вот я 10 лет там эльтероксин, да, вот этот препарат они пьют, принимаю, у меня все хорошо, у меня себя прекрасно чувствую, я говорю, очень хорошо, а можно мне, доктор, напишет, как у вас дела? И мы посмотрим, я же не отказываюсь. То есть все замечательно, только принесите заключение, потому что они очень хитрят. Это пациенты, вот эти эндокринологические, они же еще национально лоббильны очень зачастую, и они из тебя начинают вытягивать эмоции, что ну вот вы поставьте, вот у меня зубов нету, а съемные протезы я носить не могу, а я вам потом справочку принесу. Ну как бы, да, вы помните, вы отвечаете за то, что вы делаете, поэтому без заключения с ними работать нельзя. В заключении доктор должен вам разрешить имплантологическое лечение. Имплантация зубов показана? Показана, не противопоказана. Не противопоказана. Не писать там диагноз? Да, мои коллеги пишут, имплантация, лечение, там честно всего области, тра-ля-ля, не противопоказана. Ну, если это, вот опять же, пациенты с системными заболеваниями, группы риска, обязательно. Да, обязательно. А если бы он не здоров, ну, паркологически считается для здоровья, есть какие-то требования? Вы же знаете, что у вас в клинике он подписывает информированное согласие, да? Вы читали ему информированное согласие на имплантацию в своей клинике? Там не есть строчка у всех абсолютно, что он сам несет ответственность за предоставленную информацию о своем здоровье. Он захотел, он побеспокоился. На сегодняшний день мы работаем в коммерческой медицине. Вот у меня я работаю на Невском, у меня есть там возможность отправить по ОМС, и тут же мне сделают любые анализы, потому что, да, это бесплатно, пациенту никуда не надо ходить, ему удобно. Это большой поликлинический комплекс.